Первая полоса газеты торжественная, красивая. Кажется, юные гимнастки вот-вот выпорхнут на ковер прямо со страниц газеты. На 12-й полосе «История их победы в Дагестане». Когда и куда приедет эко-мобиль? Как проголосовать за Северскую Домну? Где послушать отчет участкового? И как позвонить в прямой эфир 11-го канала и задать вопрос о вывозе мусора? Все-все вы найдете на странице 2. Время анонимок в редакцию не прошло. Что не так с ними и как сделать так, чтобы газета нашла ответы на ваши вопросы? На странице 3. Отчет депутата Игоря Кулбаева на странице 4. На странице 5 движемся навстречу юбилею победы. Рабочая правда продолжает публиковать списки полевчан, что ушли на войну в 41-м году. Ее имя из кубанских казаков, а сама она коренная полевчанка. Историю о том, как наша Галина Ермолаевна отвернулась от фармацевтики ради электроустановок, читайте на 6-й странице. Валентин Петрович Карелин не признавал оправданий в духе «не знаю». Сам до тонкостей знал механооборудование завода. Об инженерном бренде Северского трубного завода Валентине Карелине мы подготовили воспоминания его коллег и учеников. Страница 7. Как всегда, поздравляем своих читателей, именинников недели, а вы – своих коллег. Больше добрых слов на странице 8. Рабочий – это звучит гордо. Как сегодня идет обучение рабочим профессиям, выбирает ли их молодежь, можно узнать на странице 11. «Мамина вселенная» засияла вновь. Знакомим читателей с участницами корпоративного конкурса «Красоты и таланта» на странице 13. Говорят, пищевые привычки можно изменить за два месяца, а прочитать о профилактике диабета вы можете на странице 14 за 10 минут. Берегите здоровье. Рабочая правда пишет о хороших людях хорошего города.